С начала года в Люберецкий районный травматологический пункт обратились более 200 человек, укушенных клещами. У троих пациентов была диагностирована болезнь Лайма. После курса лечения все выздоровели. Какова статистика по укусам на сегодняшний день и что делать, если вы обнаружили на себе клеща, узнал Алексей Абрамов. Первый человек у нас поступил, наверное, 3 апреля, что ли. Клещи – понятие сезонное. Они просыпаются с наступлением тепла. Весна – пик активности клещей. За сутки количество пациентов в Люберецком травмпункте доходило до 12. С наступлением лета наблюдается спад. 2-3 человека в день. К счастью, на момент съемок таких пациентов не было. Итак, Павел Николаевич, у меня укусил клещ. Как происходит его удаление? Ну, смотрите, в принципе, во-первых, нужно знать, что клеща не надо вытягивать. Вытягивать его не нужно, потому что строение его хоботка, к сожалению, таково, что если вы просто будете его тянуть, вы оторвете ему голову. Самый простой и рекомендуемый способ – клеща выкрутить. Направление значения не имеет. Обычно по числовой стрелке, но допускается и против. Чем его выкрутить можно? Самый простой – это ниткой. Накидываете на клеща нитку, завязываете узелок и по числовой, ну, в какую-то сторону крутите. Достаточно двух-трех оборотов, чтобы он вывернулся вместе со своим хоботком. Дело в том, что строение хоботка-клеща гарпунообразное. И если дернуть, то в большинстве случаев он останется в теле. Либо пользоваться так называемыми удалялками, которые продаются в зоомагазинах. Вот, несколько их видов. Самый простой – это вот такая вот удалялка. Клеща подводится, подводится клеща, под его хоботок, одевается его в прорезь удалялки и делается несколько оборотов. Если нет уверенности в своих силах, то лучше обратиться в травмпункт. А еще лучше соблюдать простые правила. После выхода на природу обязательно осмотреть одежду, так как клещ не присасывается сразу. Он исследует жертву, ищет участок, где кожа наиболее тонкая. Стремиться именно в локтевые, в коленные сгибы, в паховые области, в область лица и шеи. Так что время, чтобы обнаружить клеща, всегда есть. Более осмотрительными следует быть в районах Московской области, входящих в эпидемическую зону по клещевому энцефалиту, например, в Талдомском. Люберецкий городской округ к ним не относится, но расслабляться не стоит, считают жители Люберец, которые оказались весьма подкованными в вопросах с клещами. Нужно просто вовремя заметить, вытащить, чтобы и поехать проверить клеща на энцефалит, чтобы он не заражен был. Вот если у вас клещ укусил, что надо предпринять? Вы знаете, не знаете? Удалить клеща, обработать. А клеща желательно сохранить в банке и отвезти, чтобы взяли с него в лаборатории. Пробу посмотрели, заражен, не заражен, чем заражен. Алексей Абрамов, Петр Пономаренко, телеканал ЛРТ.